День Металлурга – главный праздник для всей Челябинской области. Около 50 предприятий региона считают его своим и отмечаются размахом. Сотрудников Мечила в Челябинске поздравят группу «Рефлекс». На цинковый завод приедет пародист Андрей Баринов. Звезда шоу «Большая разница». В Карабаше День Металлурга пройдет под песней группы «Нана». Какие еще сюрпризы ждут заводчан, расскажут мои коллеги из городов. Им слово. Здравствуйте, коллеги. В День Металлурга большая праздничная программа пройдет в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Вечером 14 июля на площади перед Домом культуры Металлургов выступят творческие коллективы из Екатеринбурга. Барабанное шоу, дуэт, скрипачи, вокалисты. Кульминацией праздника станет концерт звезды российской эстрады Стаса Пьехи. Это молодой, энергичный исполнитель, у которого в репертуаре есть как лирические, так и заводные танцевальные песни. Мы надеемся, что заводных танцевальных будет больше, чтобы люди могли потанцевать, а не просто похлопать в ладоши. И нам удалось с ним договориться. В эту субботу, 14 июля, мы ждем в гости Стаса Пьеху. В завершении праздничной программы организаторы обещают красочный фейерверк. А в воскресенье в Кыштыме состоится детский праздник. В ДК Металлургов придут заводчане с семьями. Вам слово, коллеги. Здравствуйте, коллеги. В Златоусте празднование Дня Металлурга состоится сегодня. В программе вечера выступление финалистов всероссийского музыкального шоу «Битва хоров». Это Михаил Бублик, Илья Мажорный, а также шоу-балета. Хорошего настроения добавят и творческие коллективы хореографических студий. Для юных златоустовцев также продуманы развлечения. Они будут участвовать в интерактивных играх и дегустировать продукты ярмарки сладостей. Это очень хороший праздник. Мы очень рады этому дню. У меня очень много знакомых, которые работали на заводе. И сейчас работают, и продолжают. Я их всех поздравляю с этим днем. Всего хорошего. Металлургам салют. Для моей мамы, так как она металлург, это большой праздник. Во время праздника состоится награждение заводчан, которые внесли значительный вклад в развитие предприятия и металлургической отрасли в целом. А завершение Дня Металлурга в Златоусте будет украшено ярким салютом. В Аше в День Металлурга более сотни горожан получили грамоты за многолетний добросовестный труд наградообразующим предприятиям. К празднику приурочили открытие лыжероллерной трассы и обновленного спортивного маршрута дорожки долголетия. А также новой набережной и памятника колесо времени, на котором отражены главные вехи в истории Ашинского металлургического завода. Это колесо обозрений, начало создания Ашинского металлургического завода и полностью в какие десятилетия, в какие годы создавался тот или иной товаропроизводящий цех. Все это, конечно, здорово. Я думаю, что вот эта память, которая сегодня создана и открыта, она останется на долгие годы нашим детям, внукам, правоватам. Завтра на стадионе металлург и на концерте под открытым небом Ашинцев поздравят вокально-инструментальный ансамбль «Лейся песня», актер театра и кино Дмитрий Певцов. На центральной площади города выступят шоу-группы «Винил» и «Руки вверх». Традиционно завершится день металлурга праздничным фейерверком.